Здарова! Сегодня мы будем вместе с вами изучать очень простую и классную ложную тасовку, с помощью которой вы сможете сделать вид то, что вы перетасовали карты. Но на самом-то деле у вас как был сверху туз и снизу туз, так он и остался. И полностью вся-вся-вся колода, она будет в укомплектовке. Такая, которая вам необходима. Ну и собственно вот такой вот у нас будет передний сейчас вид. Раз, два, три, четыре, пять. Все. И опять же туз сверху и туз снизу. На самом-то деле такие тасовки они крайне простые, они очень-очень-очень легкие в освоении. И если вы никогда не занимались кардистри, то я вам советую изучать именно вот такие вот тасовки, для того чтобы ваши руки привыкали к вот таким вот непонятным изначально манипуляциям. Если вы такие вот хотя бы тасовочек пять-шесть изучите, где вы делите колоду на три стопочки, то потом уже различные там супер большие флориши для вас будут не проблема. Ну и давайте-ка сейчас мы с вами изучим, как же делается именно эта тасовка игральных карт. Берем колоду. Как мы видим, она у нас полностью укомплектована. Это новая колода. Обзор, если что, будет в конце данного видео. Вот здесь вот справа в иконочке. Переходите и смотрите. А если вы хотите купить себе карты крутые, самые разные, для коллекции, для кардистри, для различных манипуляций, для фокусов, тогда вот сюда переходим по ссылке в описании, прямо на мой магазин. И там выбираем те карты, которые вам хотелось бы выбрать. Собственно, такие вот дела. Что мы с вами делаем? Берем колоду в левую руку. Вот такой хват. Здесь у нас мизинец. Безымянный, средний, указательный и большой. В правой же руке мы с вами начинаем потом ее перехватывать и делаем первое движение. Это swing cut. То есть мы берем с вами указательный палец, отсчитываем вот так примерно карт 15-20 и уводим в левую часть. В левую сторону, в левую руку. Есть. Теперь мы берем, еще делаем такой же swing cut. То есть мы берем, отделяем и только вот это вот уже в левую руку кладем под небольшим выходом вперед, выпадом таким. И получается третью стопочку мы кладем сверху. И далее нам необходимо все вот это вот схватить хорошенечко рукой. Объясняю для чего. Для того, чтобы вы после всех вот этих манипуляций смогли сделать шарлейкат. И теперь у нас получается средний безымянный мизинец, большой и правую руку вы вот эту вот стопочку начинаете вытаскивать вот так вот вправо. А здесь у вас уже все готово для того, чтобы сделать шарлейкат. То есть вы просто берете большим пальцем вот эту стопочку и поднимаете наверх. А вот это вот так как вы все развернули, делаете красивый переворот и закрываете шарлейкат. Вот у нас и получается, это ложная тасовка. Ну и давайте сейчас мы с вами посмотрим, как же это выглядит, если мы с вами сделаем это, собственно, с перевернутой одной картой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, и у нас будет карта сверху. То есть таким вот образом вы делаете вид, что вы красиво просто перетасовываете карты. На самом-то деле вы полностью сохраняете порядок в колоде. Также еще можно немножечко украсить эту тасовку, изменив обычный переворот на вот такой вот скид. И тогда вы без проблем еще улучшите ее благодаря такому вот скиду крутому. Но, опять же, выбирать вам. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Либо это просто такой вот нудный переворот, так сказать, раз, два и три. Либо вам больше по душе приходится именно вот такой вот скид крутой и все. На этом мы с вами заканчиваем. Полностью порядок в колоде у нас таки остался. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.